Должен ли владелец земельного участка платить за вывоз ТКО, если на нем нет строений для постоянного проживания? Давайте разбираться в этом вопросе. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Региональный оператор Региональный оператор потребовал у оператора пересчитать, то есть сторнировать, плату за обращение с ТКО в отношении собственника земельного участка, который расположен в деревне, назначение ИЖС, на котором нет ни зарегистрированных лиц, ни даже зарегистрированных капитальных строений. Региональный оператор полагал, что само по себе отсутствие дома, неважно, зарегистрировано как жилой или нет, на спорном земельном участке не имеет значения. Такого же могут образоваться и, собственно, на самом земельном участке в процессе его использования. Тем более, что какое-никакое хозяйство у этого дачника все же имелось. На участке находятся теплица без фундамента, бытовка и автовагончик, бортовой кузов на раме. Значит, какое-то время хозяин там проводит. Земельный участок посещается потребителем в весенне-летний период для проведения сельскохозяйственных работ. И мусор стало быть производит. Тем более, потребитель как собственник обязан поддерживать свой земельный участок в надлежащем состоянии. И на него, на основании статьи 13 земельного кодекса, возложена обязанность по проведению мероприятий по защите данного земельного участка от отходов производства и потребления. А поскольку распоряжаться такого по своему усмотрению потребитель не вправе, он должен утилизировать их не иначе, как посредством услуг. Да, и еще рекоператор не выставлял плату круглогодично. Он отчислял ее только в теплый период года, в дачный сезон, с мая по октябрь. Однако суды согласились с позицией прокуратуры. Отдельного договора на вывоз мусора между потребителем и рекоператором в данном случае нет. Доводы оператора о том, что в данном случае необходимо применять к договорам по земельным участкам, на которых могут образоваться ТКО, гражданское законодательство по аналогии, следует признать ошибочными. Поскольку в условиях урегулирования в законе правоотношений по предоставлению услуг по обращению с ТКО, применение пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса противоречит содержанию правомочия оператора и существу спорного правоотношения. Верховный суд, подробно изложив позиции сторон в пересмотре дела, отказал, указав, что нет достаточных оснований в силу вот этой вот статьи, к отмене обжалуемых судебных актов. Вот это определение суда. Любопытно, в этой связи суды также отметили, что сам по себе факт начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению, вопреки доводам регионального оператора, не означает автоматический эффект образования ТКО. То есть, владелец земли фактически проводил время на своем участке. Электроприборы ведь работали, но возможность образования ТКО суды связали не с полным отсутствием собственника на своей даче, а с тем, что у него просто нет условий для проживания на ней. Друзья, ссылки на телеграм, ВК, Дзен-каналы в описании к видео. Буду рад, если подпишетесь. Если вам потребуется помощь в юридическом сопровождении, обращайтесь по контактам, указанным в описании к данному ролику. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.